Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Тесла выросла еще на 3%, и теперь уже плюс 87% с тех пор, как мы ее взяли 2 месяца назад. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Биткоин тоже восстанавливается. Восстанавливается моя сделка, в которую я зашел. Она в минусе на 6 тысяч теперь, а несколько дней назад была в минусе на 24. Но давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла плюс 3,7%. А дальше особо ничего интересного. Какого-то сильного движения мы не видим. Биткоин 57700. Откроем недельный таймфрейм сразу. И здесь мы видим, что мы видим на графике. Стохастик. Торговые объемы низкие. Но пока что еще середина недели, так что, я думаю, догоним. Стохастик в перепроданности разворачивается вверх. Криптогорубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дает сигнал на продажу. Еще не перевернулся в покупку. Дальше мы видим на графике M-паттерн. И уровень поддержки на 52 тысячи долларов. Давайте теперь опустимся на дневной. Здесь стохастик направлен вверх. И похоже, что, вероятно, закончилась коррекция ABC. Если так, то теперь можно считать новой волной лета. Первый импульс. Вышел биткоин из этого симметричного треугольника, о котором я вчера говорил. Ну вот он, симметричный треугольник. На четырехчасовом его лучше видно. И вышли мы из этого треугольника. Раньше, чем я ожидал. И я думал, что 11 июля будем выходить. Но биткоин вышел раньше. Теперь пошли на ретест. Если будет в итоге подтверждение выхода из этого треугольника, то можно тогда заходить в лонг на биткоине. Неплохо. Торговые объемы хорошие. Начинаем набирать объемы. Они больше, чем были раньше. Отлично. Нам нужны объемы. Теперь на часовом таймфрейме. На часовом мы тоже видим симметричный треугольник. И где можно было бы зайти в лонг на биткоине? Я думаю, что от недельной поддержки. Есть еще более безопасный вариант, это зайти от 52 тысячи. Там соотношение риск-прибыль 55. Риск 677 долларов. Заработать можно 37 800. Это в расчете на один биткоин без плеча. С десятом плечом будете торговать, заработайте 370 тысяч долларов. А более рискованный вариант, это зайти от недельной поддержки. На 55 850. Стоп лосс на 50 492. И тейк профит на 62 тысячи. Риск 358 долларов. Заработать можно 7 тысяч долларов. С десятом плечом будете торговать, заработайте 70 тысяч. Вот такие сделки можно было бы открыть на биткоине. Теперь идемте дальше и посмотрим Теслу. Плюс 3,7% вчера показало. Если вы покупали вместе со мной по 141 доллар, я тогда четко предсказал разворот Теслы. Это было в апреле. И теперь посмотрите, если вы покупали Теслу вместе со мной, то вы заработали 87% прибыли. Финансовый отчет будет в 20-х числах 23-го. Через 13 дней. И также я раньше рассказывал, какие тут паттерны на Тесла. Это нисходящий клин. Внутри создается давление, давление, выходим вверх. А, нет, еще забыл. Еще перевернутая голова и плечи. Отлично отработало. Это перевернутая голова. Затем выход из этого нисходящего клина. Тоже шикарно отработали. Всему этому я обучаю на своих курсах по трейдингу на фондовом рынке. Пройдите. В общем, вышли вверх из этого нисходящего клина. И еще один паттерн, который есть на Тесла, это на недельном таймфрейме огромный симметричный треугольник. Тоже внутри давления, давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. И цель мы можем померить по основанию треугольника. Это 578 долларов. И посмотрите, Тесла на самом деле выходит вверх из этого треугольника. Поздравляю всех, кто покупал вместе со мной. Плюс 87%. Что это означает? Если вы взяли Теслу на 1000 долларов, покупали вместе со мной по 141, когда я покупал, везде запостил и всем сказал «берите». Я сказал, что я перевожу деньги с крипты в Теслу. Так вот, если на 1000 долларов вы взяли, то у вас теперь 1870 долларов. Если 10 тысяч долларов, то у вас 18700 долларов теперь. Если 100 тысяч долларов, то у вас 187 тысяч долларов. Если 1 миллион долларов, то у вас теперь 1870 тысяч долларов. Если 10 миллионов долларов, то у вас 18 миллионов долларов. Если 100 миллионов долларов, у вас 187 миллионов долларов. Если на миллиард вы взяли Теслу, то у вас 1,87 миллиарда теперь. Если на 10 миллиардов вы купили Теслу, то тогда у вас 18 миллиардов долларов. А вот на 100 миллиардов уже вряд ли можно Теслу взять. Ну, теоретически можно, но сильно сдвинет рынок. В общем, поздравляю всех, кто купил Теслу. 87% прибыли. Если вы на 10 тысяч купили Теслу, у вас 18 тысяч теперь. Если на тысячу, у вас 1800. Если на 100 тысяч взяли, у вас 180 тысяч. Я покупал по 141. Отлично взял Теслу. 87% прибыли. Поздравляю, поздравляю всех, поздравляю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Смотрите мои видео, учитесь у меня. Проходите мои курсы. Все полезные ссылки есть под видео. На Баби отрегистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Тесла я торгую через брокера Чарльз Швабб. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И все другие курсы тоже проходите. И обязательно присоединяйтесь к моему телеграмму. Теперь давайте почитаем комментарии. Что насчет конкурса в 100 долларов? Да мы вроде как уже раздали все призы. Но я попрошу мою команду, чтобы она проверила. Они продают, чтобы покупать бонг. Не знаю, я бы не покупал бонг. Биткоин идет на 40 тысяч. Я так не думаю. Я думаю, что можем пойти на 52. Также сильная поддержка есть на 46. 46 уже вряд ли пробьет. Привет, Джеймс. Посмотри тикер IVP на NASDAQ. Ну, не знаю, надо проверить. Какой-то непопулярный тикер. Пожалуйста, сделай обзор Соланы. Солана, да. Солана популярная. Давайте посмотрим на Солану. Солана. USDT. Солана USDT. Смотрим торговую пару. И смотрим какую-то биржу покрупнее. Типа Binance или Bybit. Хорошо, давайте. Bybit. Спотовый рынок. Солана, сразу вижу бычий флаг. На недельном. Посмотрите, сколько стоила Солана. 11 долларов. Или даже ниже опускалась. Солана уходила на... Куда там? Какой минимум? В 23-м было. Декабрь, январь. На 7,80 опускалась. 7 долларов 80 центов. Мда. И где Солана теперь? На 140 долларов. Да я помню, мы что-то даже покупали Солана когда-то. Даже рисовали какой-то теханализ. Солана выросла уже на 1368 процентов. Отличный результат. Бычий флаг на графике. А также я вижу большой симметричный треугольник. Начинает формироваться. Или нет? Бычий флаг все-таки. Это большой бычий флаг. Это... Бычий вымпел. Бычий вымпел. Как это работает? Выходим вверх из него. И проходим расстояние, которое можно измерить по высоте флагштока. Это сейчас очень грубо, прикинем. На вскидочку. Вот эта высота. Возможно, куда это нас приводит? На 257 долларов. Растут торговые объемы. Стохастик в перепроданности. Похоже, что вверх будем выходить из этого нисходящего треугольника. Да, нисходящий треугольник. Внутри давление, давление. И выходим вверх. И похоже, что Солана так и собирается сделать. Выйдет вверх из этого треугольника. И цель тогда по этому треугольнику 229 долларов. Прекрасно. Ну, две такие цели на Солана прорисовались. Поэтому, если думаете зайти в лонг, то тогда можно было бы открываться от уровня поддержки. С плотненьким стоп-лоссом. Либо сработает, либо не сработает. Заходим от поддержки на 121.20. Стоп-лосс 118.50. Соотношение 49.36. Риск 2 доллара 76. Заработать можно 136 долларов. Или 112 процентов. В расчете на одну Солану. Прекрасно. Спасибо, что подкинули эту идею. Посмотреть на Солану. Говорят, что сегодня пик на фондовом рынке. Я так не думаю. Вот еще один вопрос. Джеймс, будет ли у тебя скидка на твои криптокурсы? Я готов купить. Да, у меня команда постоянно делает какие-то промо-акции. Так что следите за новостями. В Твиттере, в Телеграме. Сделочка по биткоину у меня в минусе на 7800 долларов. Снова пошло небольшое падение на биткоине. Но посмотрите, где я покупал биткоин. Пока биткоин шел вниз. Я набирал. Отлично купил. На балансе 526.500. А было 513.000. Так что восстанавливается баланс. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии, пишите. Присоединяйтесь к Телеграму, проходите мои курсы. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.